Тема моей проповеди будет называться так, что значит быть учеником Христа. Я, как бы изучая Писание уже много-много лет, отметил такие очень важные моменты, что Бог хочет от нас, чтобы мы назывались Его учениками. Давайте вспомним, что когда Иисус был на этой земле, за Ним ходило очень множество народа. И тут уже было сказано, вот 5 тысяч было, слушало Его в другом месте, 3 тысячи. Много-много мест, даже не указано количество людей, но было очень много народа. Но я смотрю, что из этого всего народа Он избрал только 12 учеников себе, 12 тех способных людей, которые могли полностью научиться все правильно. Хотя было такое большое множество, почему-то с этого большого множества такое было маленькое число избранных. И вы знаете, сегодня я так смотрю на нашу жизнь, ничего не меняется. Ничего не меняется, знаете, я смотрю, церкви переполнены, церкви много людей. Но вот так вот, кто именно настоящий такой ученик Христа, очень мало количества. Я вот живу в городе, там 20 церквей, 20 зданий я посчитал, да по памяти просто вспомнил. Маленький городок, 7 тысяч людей, 20 зданий церковных. Иногда, знаете, так кажется, что я живу в центре прославления Богу. Столько зданий везде, есть каменные, есть большие, красивые. У некоторых уже есть по два здания. Некоторые здания заброшены. Но я смотрю, что все люди как бы должны быть христианами, все люди должны быть очень такими правильными. Но общаясь с людьми, смотря на их иную жизнь, я бы такого не сказал. И многие, как я уже сказал, церкви заброшены, забиты. И это очень плачевная ситуация. И как Христос сказал, что очень многие скажут мне, Господи, Господи, а Он скажет, отойдите, я не знал вас. Многие скажут, мы слушали тебя, мы слышали тебя, мы были там. Но Он скажет, я не знаю вас. И это очень плохо. И я знаю, что вот в церковь ходит очень много людей, но очень немногие правильно, правильно живут, как Бог говорит. Почему, в чем причина? И Бог объявляет две таких важных, очень важных причины. Я хочу просто прочитать некоторые места. Очень много Лука, Матфей, Марк, Иоанн. Все пишут одно и то же, очень часто повторяют. Не знаю, может быть, это одни и те же места, но они их повторяют, и очень важно. От Иоанна я хочу прочитать первое место, 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». То есть первое условие – это состояние души, она должна умереть. Я хочу в других местах, как, допустим, Лука пишет. Написано в Лука, 14 глава, 25 стишок. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Можно сказать, Марк тоже хорошо пишет в 8 главе, 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И, допустим, Матфей пишет очень тоже хорошо в 10 главе, 38 стих. «Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не достоин меня, сберевший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Еще хочу Лука прочитать, 17 глава, по-моему, он пишет в 32 главе, 17 глава, 32 стишок. «Вспомните жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. Кто погубит ее, тот оживит ее». Странные слова. Вы знаете, надо возненавидеть свою душу, чтобы идти за Господом, возненавидеть себя, возненавидеть родителей, жены, детей. Это, конечно, я думаю, они слушали, но мало кто понимали. Потому что эти люди, которые слушали Христа, через некоторое время эти люди те же самые, и кричали «Распни его, распни!». И я думаю, что он пытался объяснить это им. И поэтому вот даже евангелисты написали немножко по-разному, чтобы более понимать, что имел в виду Христос. Тут написано, что «Вспомните жену Лотову». Жена Лотова, помните, она обернулась. Ей очень нравился, видно, тот дом, где она жила, видно, тот город, где она жила, та местность. И когда ангелы начали выводить из этого Содома и Гаморы, он им сказал не оборачиваться, не смотреть в ту сторону, откуда они ушли. Но, видно, ее сердце было так прилеплено к этой местности, к этому дому, что она невольно взглянула, и она стала соляным столбом. И тут Бог напоминает, Христос напоминает, «Вспомните жену Лотову». Она просто возлюбила вот этот мир, возлюбила это, как бы сказать, эти вещи. Так, знаете, вникая, что такое душа человека, я смотрю, что такое душа человека. Давайте вспомним, что когда Бог создавал человека, Он сделал его из земли, потом вдунул духа жизни, и написано, «Стал человек душою живою». Душа – это центр человека. Душа – это там, где должен жить Бог, где должен наполняться Богом. Душа – это там, где человек общается с Богом. Вы знаете, так сказать, за душой охотится сатана, чтобы погубить ее. В Библии написано очень много разных состояний души. Мне нравится Псалом, который мы там в молодости пели. Там написаны такие слова, «Душа заброшена, забыта, изнывает, плачет и болит». Это такое состояние души, она может изнывать, плакать. Она такая вот состояние, я помню, когда я покаялся, это ненасытность, есть такое качество души. Сколько ты в нее не вкладываешь, сколько ты в нее не влаживаешь, всегда мало. Я помню, когда я покаялся, из меня вышло много всякого плохого. Я почувствовал, какая пустота в моей душе. И я начал читать Библию, я помню, целый год, день и ночь читал Слово Божие, наполнял свою душу, мне было мало-мало. Я помню, я ходил в собрания по семь раз в день, в воскресенье, я успевал рано утром, я жил в Сиатле, и мне нечего было делать. И я рано-рано утром вставал, в пять часов, в шесть часов, ушел на молитву, потом на одно сложение, на другое. Это много церквей. И я посещал столько церквей, и я уходил не наполненный. Мне казалось, я мало намолился, мне казалось, я мало послышал Слово Божие. Мне кажется, я что-то пропустил, где-то не пошел. Мне всегда как-то было неудовлетворение. Это вот состояние души. Вы знаете, человек может много-много приобретать всего. Написано, что жизнь человека не зависит от его имения. К сожалению, это нам может многим непонятно, но люди, которые много чего заимели, люди, которые имеют богатство, миллионы, миллиарды, невозможно даже растратить этих денег, которые могут позволить себе самолеты, яхты, города, они не наполняются. Душа их все равно остается пустой. Это не приносит им какого-то, знаете, это временно, это обман. И душа, она хотя бы тут написано, если кто-то даже приобретет весь мир, душе своей может повредить. Я смотрю, вот такая даже небольшая вещь сегодня, вот 12 лет она уже вышла, вот этот маленький такой саларфон, смартфон называется. Это можно приобрести весь мир. Вы знаете, можно день и ночь приобретать весь мир. в этой штучке. Можно сидеть и смотреть все, что есть в мире. Можно общаться со всеми, кто есть в мире. Можно смотреть любую информацию, любой вопрос задай, оно тебе ответит. Этим можно заполнить полностью свое время. Говорят, средний американец проводит 4 часа в день на смартфоне. 4 часа в день, я так подумал, это же огромное количество времени. Это вы представьте, человек работает 8 часов, несколько часов он едет, с работы домой, обедает, ужинает. Он спит 8 часов, остается всего там 6 часов. Из этих 6 часов, 4 он проводит на этом смартфоне. Почему? Потому что ему хочется приобрести все, ему хочется все изучить, ему хочется всего понять, всего достигнуть, ему хочется быть в центре всего. Некоторые люди заняты новостями, что происходит на Украине, что происходит там на Донбассе, что в Крыму, всем очень интересно, знаете, хотя мы живем в другом конце света. Другие кто-то занят какими-то там фейсбуками, там еще чем-то, ему интересно, как родственники его проводят время, где отдыхают, все. Это душа, она наполнена этим. И человек ходит в собрания, сидит, может, в церкви, знаете, но его мысли, думает, вот как бы поехать отдохнуть, какое-то место, может, где-то с кем-то пообщаться, может, как-то провести время, посмотреть что-то, знаете, это наполняется душа. Но Христос говорит, что мы погубили это все. Я не буду говорить про многих, я думаю, это здесь говорится о том, что мы должны умереть для себя, умереть полностью для своих вот как бы желаний. Я так сравниваю свою жизнь, я жил в Крыму, я помню там прекрасное море, я ходил, отдыхал на этом море, я жил одну улицу от моря, я 20 лет своей жизни, 19 лет прожил на море, я наслаждался этим морем, это одно из самых лучших морей в мире, черное море, такое красивое, леса такие красивые, я помню, когда я ходил, там собирал дикие орехи, яблони, груши, какой там запах, я помню, я каждый год ездил, черешню собирал по целому месяцу, там черешневая такая, деревья, они вкусно пахнут, это все прекрасно, вы знаете, но сравнивая свою жизнь, вот как я покаялся, я не нахожу, чтобы я был на море, я уже, по-моему, 15 лет, уже 13 лет вот здесь живя, ни разу не поехал отдыхать на море, у меня как бы не было желания, у меня было желание наполниться Богом, у меня было желание уединиться с Богом, когда у меня дети уходят из дома с женой, я кричу Аллилуйя, потому что у меня есть возможность поговорить с моим Богом, у меня есть возможность побыть один на один с Богом, это самое лучшее состояние, это лучше, чем быть на море, Это лучше, чем быть там в черешневом саду, я помню, последний раз я был в сторону Спакена, мы заезжали лет 13 назад в той черешневой роще, да, она прекрасно пахнет, да, это хорошие деревья, да, мне нравится, но если бы я выбирал быть на самом лучшем месте, наслаждаться самой лучшей вещью, я бы просто хотел быть наедине с Богом, я бы просто хотел пообщаться с Ним, просто почувствовать Его. Вы знаете, и часто бывают такие моменты, когда Он посещает меня, когда я радуюсь с Ним, когда я просто пересполнен общение с Ним, и не может ничто в жизни заполнить это, и ничто не может поменять или как бы заменить это. Но есть некоторые люди, называются христианами, ходят в церковь, и почему-то их это мало волнует, общение с Богом, почему-то их мало интересует личное общение с Богом, почему-то им хочется всегда куда-то бежать, к чему-то стремиться. Знаете, часто говоришь с такими людьми, они невнимательные, они не слушают тебя, у них занят где-то разум другим. И мне жалко этих людей, потому что их душа прилеплена к чему-то плотскому. Это люди плотские, и как говорится, что это просто, если кто не потеряет вот этого всего, он не сможет, просто не сможет быть с Богом. Просто невозможно. Вторая, вторая, как бы тут уже написано, что нужно нести крест. И тут хорошо очень Лука написает, кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Получается, что можно идти за Христом, но не нести креста. Другими словами, понимаете, тут написано, кто идет за мной, не несет моего креста, не может быть моим учеником. Получается, многие люди идут за Христом, множество идут, но очень мало кто несет крест. И если человек не несет крест, то он напрасно идет, он напрасно ходит в собрание, он напрасно проводит время, может 10, 20, 50 лет своей жизни. Я встречал людей, которые всю жизнь ходили в собрание, но никогда не брали крест. И мне хочется сегодня напомнить, что же такое крест, или подумать, что же это может быть, что называется крестом, О чем говорит Христос, что такое крест? Вы знаете, давайте просто подумаем, что крест это что-то такое неудобное. Крест он тяжелый, он может, как сказать, это не чего, что за тебя похвалят, это не что за тебя похлопать, скажет, молодец. Или за что Христос пострадал? За добрые дела, за то, что он проповедовал Евангелие, за то, что он накормил людей, за то, что он делал чудеса, за то, что он душу свою отдал за них, за что его убили, за это, именно сатана его возненавидел, за то, что он делал добро. И если мы будем делать добро, сатана будет нас ненавидеть. Вы знаете, я не знаю, какой крест лично у вас, тут написано свой крест, у каждого человека должен быть свой крест. Может у одного это давать деньги в церковь, много денег от сердца своего, потому что Бог ему дал этот крест. Он должен работать и приносить большую часть в церковь. Может кто-то это просто сидит там и управляет этим микрофоном, но он это делает от сердца. Он приходит раньше в собрание, он настраивает всю аппаратуру, и Бог знает, что это его, это его крест. Вот он должен делать это, и он делает это от души, я верю, это его крест. Может кто-то это должен петь песню какую-то. Он долго готовится, долго, как бы сказать, переживает, обдумывает каждую ноту, каждое слово. И это может быть его крестом. Некоторые считают, что вот крест это жена или дети, я не нахожу это в Слове Божьем. Написано, что жена это помощница, а дети это дар Божий. Это не крест. Если кто-то считает, что он несет какой-то крест, терпя свою жену или воспитывая своих детей. Нет, это делают все люди в мире. Крест это служение. Это ты должен делать что-то для Господа. Это твое, то, что тебе Бог положил. Вы знаете, тот человек, чем отличается человек в церкви, который несет крест, и тот, который не несет. Тот, кто не несет, он обязательно будет поносить того, кто несет. Вот те люди, которые не несли креста и ходили за Христом, что они делали? Они потом поносили Христа. Они потом кричали, распни. Сегодня я слышу то же самое. Вы знаете, многие люди не участвуют в никаких церковных делах. Не делают ничего в церкви. Это первые люди, которые будут злословить других служителей. Первые люди, которые будут иметь самое умное мнение о других. Те, кто неправ, сделал. Кто, что не так понимает. Это именно те люди, которые злословят других. Они занимаются этим постоянно. Это у них внутри. У них есть большое желание поправить вас. Большое желание поменять что-то. Знаете, это обычно люди, которые не занимая, не несут свой крест. То они занимаются другим. Очень плохим. И я вас советую всем, дорогие братья, сестры. Может, если кто-то из нас, ходя в церковь, не несет крест. С чего нужно начать? Я считаю, что нужно начать помочь кому-то нести крест. Вы знаете, в истории, когда Христос нес крест, встретился какой-то человек посторонний. И написано, они дали крест Христа нести ему. Я так думаю, о том человеке написано, что он возвращался из поля. Он, наверное, пришел, трудился на том поле. Это тяжелая работа там на поле. Видно там камни, лопата, что у него было. И он возвращался. Но его увидели. Наверное, он был рослый, здоровый такой мужчина. Я смотрел в фильмах, когда Христа показывают, именно кому передают этот крест. Что-то такой здоровый мужичина. И ему дают нести этот крест. И он несет его за креста. И вы знаете, я так всегда думаю об его личности. Я думаю, когда он отнес этого креста, это поношение нести крест. Заставляли того, кто должен быть убит, тот должен быть нести свой крест. Чтобы все смеялись. Это самая позорная смерть. Это самая позорная, считалось, там голый на кресте висит, распятый. Все хотели посмотреть, как будут пробивать руки, как он будет мучиться, как умирать. Все люди хотели насладиться вот этим шоу, знаете, посмотреть, потому что они хотели увидеть что-то новое. Как сегодня мы хотим увидеть что-то новое на интернете, узнать что-то там новое. Примерно так это звучит. В то же время люди собрали, чтобы присмотреть, как это все будет, как люди умирают. Что они говорят пред смертью, злословят ли они. И когда он умер, они удивлялись, что он не злословил, что он умер как праведник. Видно, эти люди уже видели, как умирают праведники. И вы знаете, я думаю, тот, кто понес крест Христа, он не смотрел на это. Он просто нечаянно был там, нечаянно там оказался. Он отнес Христа крест, ему было неинтересно, как убивают Христа. Он, наверное, ушел. Или если даже он остался, я думаю, он сожалевал то, что Христа распинают. И я вот так думаю, если ты не несешь свой крест, обязательно посмотри вокруг. Дух, может кто-то уже под тяжестью креста, может кто-то находится в служении, ему нужна твоя помощь. Помоги этому человеку, и ты будешь уже участвовать в делах святых. И ты уже будешь научаться у них. Знаете, третье условие, я считаю, это очень важное. Чтобы быть учеником, нужно быть подражателем. Написано в Ефесянам, по-моему, хорошо написал Павел, что в Ефесской церкви стали подражателями нам. Вы подражаете нам. Коринфянам он пишет, вы должны подражать. Вы подражать должны Богу, написано в другом месте. Вы знаете, ученику, у него должно быть такое свойство, что он должен подражать именно хорошему. Подражать праведникам, подражать каким-то служителям, которые трудятся для Господа. Мы должны избирать себе друзей. Я вот думаю, что когда ты увидишь какого-то человека, который правильно поступает, живет, или по Писанию, или говорит много о Слове Божьем, ты подражай ему, ты приблизься к нему, ты сделай его своим другом, и ты научайся у него. Почему? Павел хвалит Фессалоникийскую церковь, что они стали деньги давать, или участвовать в святых, подражать стали. Он их хвалит. Почему? Потому что они были настоящие ученики. Он сказал, что вы стали примером всей Асии. Он их ставит в пример. Почему? Они научились подражать ему, как он Христу. Он сказал, подражайте мне, как я подражаю Христу. И мы должны подражать добрым, подражать правильным, и мы должны, знаете, подражать этим людям, и подражать тем, кто правильный ученик Христа, кто распят, сораспятый на кресте. Вы знаете, если человек возьмет нести крест, одно условие, ты узнаешь, что ты несешь крест, обязательно подойдет сатана и скажет, сойди со Христа. Он обязательно предложит то, что предлагали Христу. Сойди со Христа. Сойди со Христа. Зачем оно тебе надо? Если ты возьмешь какое-то служение, вы знаете, сатана обязательно подойдет. Если это от Бога служение, сатана не оставит покоя. Ему будет неприятно, что ты взял служить Богу. Ему станет неприятно, что ты послушался Бога и стал Его учеником. Он сразу предложит, сойди со Христа. Тебе что больше всем надо? Подойдут люди и скажут, а ты делаешь что-то такое, что вообще не нужно? Подумай, зачем оно тебе надо? Я недавно стал в Мексику ехать. Вы знаете, ко мне подошло большее количество людей, которые осуждают это служение, чем те, которые сказали, молодец Петр, езжай. В основном я слышал все отрицательно. Я был поражен, думаю, Господь, я же делаю дело Твое. Ты мне сказал туда ехать. А тут мои братья, сестры подходят. Знаешь, что ты туда едешь? Тебе что это надо? Зачем оно нужно? И я потом сравнил с Библией и понял, а, это нормально. Это нормально, знаете, если ты служитель Божий, и тебе тяжело, и скажут, а ты вообще не служитель, да зачем ты этим занимаешься? Ты отойди в сторону, пускай кто-то другой. Вот это именно то, что от нас хочет Бог. Можно много об этом говорить, но Христос, я смотрю, Он иногда просто оставлял этих людей. К Нему пришло множество народа, Он учил, учил, Он смотрел на них, Он видит, что они ничего не понимают. Он видит, что они не хотят крест нести. Он видел, что Он просто разочаровывался и уходил. Тут так написано, что Он оставлял их, оставлял и уходил. Вы знаете, я не хочу, чтобы так с нами было, чтобы мы, знаете, ходим в церковь, Христос разочаруется и отойдет от нас, и мы останемся без Христа. Да, мы будем ходить в церковь, мы будем прихожанами, мы будем 20 лет прихожанами в одной какой-то церкви, но мы не возьмем крест, мы не возьмем то, что Бог для нас призвал. Может, это какой-то маленький, незаметный, может, только ты один будешь знать, что ты его несешь, но ты должен удостовериться, что ты его несешь, что ты его взял, что это твой крест, и ты его неси до конца, и тебе Бог даст, ты войдешь в Божью славу, тебя Бог примет, и это будет слава Богу за все. Аллилуйя, аминь. Аминь.